Свой доклад я посвящу в этот раз именно не разработке инструментария, а скорее его применению. То есть часто при разговоре про оберон языки просят какие-то успешные кейсы. И мой доклад скорее про это, то есть про опыт успешного применения, того что есть, с незначительными доработками. И второй такой мини-доклад, это про то, как я вижу, дальнейшее развитие компонентного каркаса Blackbox. И хочу посетить, что я в программирование пришел как-то из науки, из решения практических задач. Но меня это дело очень сильно зацепило в плане того, что это в принципе получается, дает какой-то положительный эмоциональный такой отклик. Поэтому активную часть уже много лет принимаю в оберон движений и в развитии, главное, скорее поддержки публикации, наработок, которые существуют в оберон сообществе. И свой доклад, так как я работаю в Сибирском федеральном университете и с недавних пор еще в Красноярском научном центре. И моя роль там во многом это поддержка развития новых приборов для биомедицинских каких-то применений, решения различных задач инженерных, которые возникают в лабораториях. То есть поэтому оберон мы очень много применяем для создания прикладных программ каких-то приборов. То есть это и прошивка, и программа для ПК, которая может с этим прибором как-то взаимодействовать. Началась эта история с оберон дня в Церни, где Крис Барроус презентовал свой компилятор Остроп. И мы применили его для создания вот такого портативного прибора, периферийного измерительного устройства, которое на ПК передает данные о сколько света выделилось в пробирке. Вот пример кода, который с компилятора Остроп применяется. Это вот, например, сохранить код по E2C, шине передать на какую-то внешнюю флеш-память и считать его. Ну вот это типичное. То есть это получается оберон 0.7 в реализации Криса Барроус. Он сделал хороший фреймворк для людей, которые не умеют как бы низкоуровневого программирования. То есть он так на оберон дне там и презентовал, что вот этот инструмент как раз для ученых. Я подумал, вот здорово. Тогда Arduin еще только-только зарождалось, было непопулярным. И для меня этот путь от компонентного Pascal к оберону на микроконтроллер был весьма естественным. Так дело началось. В то время не было еще бесплатного компилятора Остроп. Сейчас уже на сайте astrop.com у него предлагаются бесплатные компиляторы для Cortex-M3, M4, M7. И значит можно попробовать, потом уже купить. Но я как бы извините за рекламу, но хотел представить весь зоопарк компиляторов, инструментов, которые в приборах применяются. Так как мы до сих пор в старом варианте прибора применяем этот компилятор. На Blackbox мы написали, получается, вот такое приложение, которое имитирует Single Document Interface, где вкладочки, встроенная энциклопедия небольшая про светящиеся живые организмы для школьников, для студентов, практически работы лабораторные. И здесь же журнал-экспериментатор, где концепция встроенных отображений в документы интерактивных сразу же с элементами управления позволяет делать сразу одновременно измерения, журналирование, сохранение в виде документов, в которые встроены какие-то сложные научные графики, картинки. Вот, это дело все удобно поддерживать. То есть, долгий цикл жизни программы позволяет развивать новые проекты, не сильно переживая за то, что там что-то, выходят новые версии Windows, еще что-то. То есть, IT меняется, наша программа работает уже много лет. Вот, это как бы плюс. Дальше, что интересно, то, что этот проект был полностью переписан, когда центр добавил поддержку Кириллицы. Вот весь этот вот журнал-экспериментатора я переписал на Кириллицы. То есть, получается, что проект состоит из таких модулей, как LumiKinetic, LumiLegio, LumiLogica, LumiModell, LumiRedactor, LumiService, LumiYZEK. И даже протоколы передачи я тоже переписал. То есть, передача там у нас по компорту, как бы там передача последовательная и тоже все на Кириллице. То есть, в чем плюс, меньше тратится времени на нотирование кода. Код действительно поддерживаемый, читаемый в рамках применения Кириллицы. Плюс, позитивный эффект прикладной, это то, что все вызовы фреймворка, они на латинице, моей библиотеке на русском. И автоматически они синтаксически разделены. То есть, я вижу, где я работаю со своими библиотеками, или вижу, где я обращаюсь к компонентам каркаса. Второй, получается, дальше прибор, который мы... Ну, то есть, из периферийного надо было сделать портативный. Здесь уже мы применяли компилятор Александра Ширяева, О7, который он развил из проекта Virta Project Aburon 2013. Он его переписал, значит, так, я тут, раз я так пошел, вот, он его переписал из проекта Aburon V5 с применением, ну, с адаптацией к микроконтроллерам с TM32. И переписал его на Blackbox. То есть, вот эта практика, когда Blackbox выступает в роли, получается, среды разработки для других, ну, как бы, компиляторов и IDE, некоторые минималистичные, но которые при этом имеют вот эти положительные свойства. Навигации по исходникам, удобного документирования, показа ошибки по месту ее возникновения, а не куда-то в журнал, да. То есть, вот, в принципе, применяется успешно уже на проектах О7, на проекте, вот, Дмитрия Викторовича тоже компилируется внутри. Отлаживает внутри Blackbox удобно, потому что он быстрый, быстро собирает эти проекты, все. И PIC или новый проект для, значит, микроконтроллеров семейства PIC. Вот Александр тоже реализовал на Blackbox. Вот, вернемся дальше. Ну, то есть, вот этот портативный люминометр, тоже было классно применить там Aburon, то в том числе мы начали писать драйверы для дисплея. То есть, в новом проекте уже, это вот вместе с Академическим университетом, проекта микрофлюидный контроллер давления. Это, на сегодняшний день, самый сложный прибор, именно программно-аппаратный комплекс, который удалось, ну, реализовать. Был некий вызов, крутой такой заказ, что надо, чтобы было и прибор управлялся автономно. Из программы он имел следующую функциональность, чтобы можно было графическим образом программировать его работу. То есть, чтобы можно было на некотором псевдографическом языке программировать включение-выключение реле, значит, подачу того или иного давления, управление вакуумным насосом. И вот в виде текстового документа Blackbox, то есть, со встроенными отображениями, сделали вот такой редактор протоколов. То есть, есть протокол эксперимента, когда нужно подать давление, откачать затем жидкость, например, включить какой-то подогрев, если это в микрофлюидном чипе происходит. Вот. И вот такой вот был реализован на Blackbox интерфейс для этого. И вот это дело уже все работает. То есть, это я протестировал, в приборе оно уже крутится. Для этого проекта попросили ребята, чтобы мы сделали, во-первых, Blackbox это позволяет, то есть, абстрагироваться от фреймворка, а именно отдельные окошки, потому что это удобно, когда софт микроскопный открыт, смотреть, что там происходит под микроскопом. Здесь у тебя маленькое окошко, которое позволяет управлять давлением на каналы. Здесь получилось так, что мы на этом проекте оттестировали кроссплатформенный интерфейс в стиле Flat Design, когда кнопочки они не в стиле Windows 7, а рисованы средствами порта самого Blackbox. Поэтому выглядят они абсолютно одинаково, что в Windows версии, вот это здесь приведен скриншот, точно так же они выглядят в Linux версии, за счет того, что они рисованы не средствами WinAPI и не средствами GTK. То есть, все это работает и уже реально крутится на проекте у людей. Дальше получилось, что это различные вот именно микроконтролли для управления различных линейных актуаторов, то есть, это и моторы шприцевых насосов, вот таких, такой же железяку мы делали для проекта. Это вот еще был заказ от музея сделать им кинематические системы. И там удалось применить вот такой вот микроконтроллер, который сейчас за 40 рублей на элитане продается. Это 32-битный ARM Cortex-M0 контроллер, который полноценно можно программировать на языке Oberon 07. При этом, значит, все это тоже оттестировано. Первых, управление моторами, а вторых, это наземная часть радиоприемника, который в беспилотных летательных аппаратах тоже использует, по словам Александра, вот такую вот тоже серию контроллеров. То есть, можно его купить уже в виде удобного для отладки, поэкспериментировать. Такая оплатка на Алиэкспрессе стоит там в районе 80 рублей. Ну, там в зависимости от доставки какого-то поставщика. То есть, идея, которую в прошлый раз Юрк озвучил, 1$ Oberon, сейчас она получается еще дешевле. То есть, вот эти микроконтроллеры, их произвели в совершенно фантастических объемах в мире. То есть, там миллионы просто лежат там на складах в Москве только, да, то есть вот этих контроллеров. То есть, они произведены с избытком, и это уже даже 50 цент Oberon получается, вот 40 рублей всего. Значит, дальше, это получается, где вот хранить О7 для приборов. То, что я использую, это получается форк от репозитория Александра. То есть, это его форк, который он использует для своих беспилотных летательных аппаратов, которые они делают в фирме. А у меня форк, потому что я немножечко там модифицировал, добавил нижние подчеркания, добавил, возможно, добавили нижние подчеркания в идентификаторе. Работаю драйверы для дисплеев, там же лежат, которые мы используем в проектах. Вот, то есть, сейчас это несколько уже типов дисплеев. И есть некоторые дополнительные примеры. Ну, то есть, вот что, если кто-то начинает работать, а я работаю, получается, со школьниками. Это чуть позже скажу. И вот пример, что в микроконтроллерах была, вот в этом проекте, применена концепция расширения типов в Абероне 0.7, для того, чтобы описать вот эту внутреннюю программу. То есть, мы запрограммировали в BlackBox на ПК в виде графических блоков. И затем мы хотим отправить это на микроконтроллер, чтобы он автономно эту программу выполнял. То есть, он может несколько часов, даже если USB-шнур кто-то разъединит, в нем уже хранится в виде либо связанного списка, но я сейчас сделал просто в виде статического массива, но в который хранит указатели на уже переменный объект, Operation. И есть некоторый, можно назвать это планировщик, который проверяет, какая следующая операция. И в зависимости от того, если это, например, внутри цикла, он может и назад вернуть по этому некоторому стеку. Это не стек, это просто массив программы, да, то есть, это виртуальная некоторая память. То есть, у меня программа, она не компилируется в язык ARM, да, а она создается по ходу выполнения. То есть, это удобно для отладки, потому что я всегда могу вставить какую-то отладочную информацию, то есть, чтобы каждая операция слала в компорт, например, я выполняюсь, да, то есть, или в какой-то момент я хочу расширить, какие-то команды добавить. То есть, я не ограничен, ну, то есть, я не делаю компиляцию непосредственно, я не трачу ресурсы флэш-памяти контроллера, да, потому что там всего 10 тысяч циклов перезаписи. То есть, у меня команда, вот эта программа, она живет в оперативной памяти, и если перезагружает контроллер, все, ну, я уже забыл. Ну, и выходит, что здесь кастование типов, то есть, ну, для этого проекта фактически Александр реализовал поддержку, сравнение типов для STM32, потому что у Вирта на программируемых контроллерах FPGA получается, что там есть отрицательное адресное пространство, он его использовал, а на STM32 его нет, поэтому эта, как бы, фишка не была доступна для, в ранних, вот, версиях OC, да, теперь это сделано, и вот здесь я бы хотел, как бы, выступить как оппонентом предыдущего Алексея, в том плане, что вот язык, который не делает некие проверки, что можно так, как бы, ну, продуктивно работать. То есть, смысл в том, что Александр написал вот этот, расширил компилятор, и его, в принципе, не проверял. То есть, вот он написал, компилятор все проверил, я это дело запустил в железе, и оно работает. То есть, вот это принцип Аберона, то, что компилятор делает достаточно много проверок, чтобы потом без отладки, да, тесты, как бы, нужны потом уже, в принципе, но я хочу сказать, что много раз так было, и что все-таки для непрофессиональных программистов, может быть, которых нету таких уж там встроенных куча в голову проверок, проверка компилятора, да, что он не дает сделать полную ерунду, это очень хорошо, вот, и получается, что даже позволяет удаленно, особенно, когда у человека нет железа, да, то есть, человек что-то делает, он не может проверить это, потому что это у меня железяка там в другом городе, мы это потом запускаем, и оно все работает. Я уже не раз вот так вот, как бы, с этим сталкивался, когда он говорит, вот я написал, там, например, поддержку SPI, я ее еще не смог проверить в железе, проверил, работает, я запускаю, а это там строк кода, целый модуль, да, то есть, этот модуль у меня потом работает, то есть, и я, ну, поражаюсь, то есть, что как вот, не проверяя, да, то есть, ну, вот так вот получается, что оберон это позволяет делать, вот, ну, оберон плюс соответствующие мозги, конечно, это тоже важно, вот, и вот для приборов, что важно, то, что вот, если мы приборы на обероне хотим делать, это библиотеки, да, нужны, правильно, то, что в приборе тоже есть, например, такие интерфейсы E2C, SPI, то есть, нужно, чтобы АЦП работало, все вот эти библиотеки мы собираем, как бы, в фреймворк микро, основной разработчик, это, конечно, Александр, я, как бы, в основном, как тестировщик где-то, как такой заказчик в некотором роде, что вот нужно было SPI, потом, ну, оно и мне нужно, ему нужно, то есть, вроде как, вот он разработал и включил в этот фреймворк микро, то есть, он опубликован, можно его использовать для разработки приборов, значит, и как организовано взаимодействие прошивки с ПК, есть такой разработанный протокол Trimble, компания, которая делает GPS-навигаторы, она, так, по-моему, компания называется Trimble, поэтому протокол Trimble назвали, то есть, когда у каждого сообщение, которое мы посылаем, а это обмен очень короткими сообщениями, то есть, максимальная длина 40 байт, и, ну, вот сейчас, например, можно ее увеличивать, но это не очень эффективно, потому что фреймворк асинхронный, чтобы не было никаких там блокировок, еще чего-то, надо обмениться маленькими такими квантами информации, и каждому пакету присылается ID, так как это компонентный Pascal на ПК и Oberon в микроконтроллере, синтаксис одинаковый, поэтому просто делаю копирование, то есть, вот эта табличка идентификаторов, все это делается в одном блокбоксе открытом, то есть, я одновременно разрабатываю прошивку в одном документе, в другом документе программу для ПК, и у меня такое соответствие с индексическим беру, копирую отсюда-сюда вот эти идентификаторы, и, получается, вот отправка с ПК идет таким образом, что на порт с таким-то идентификатором, такой-то массив, такой-то длины, затем на стороне микроконтроллера я это распаковываю из массива в конкретные значения, например, если мне нужно добавить в мою, ну, как бы, к псевдопрограмму новую задержку, вот на протокол set delay value, то есть, он принял, вот, ну, вся программа, она превращается в такие микросообщения, они отправляются по одному на прибор, и когда приходит последнее сообщение, например, может быть инициализация, и запуск вот этого протокола эксперимента, ну, вот такой опыт. Помогает это все как-то структурировать этот подход, то есть, то, что я, ну, как бы, согласился пойти вот в инженерную школу, чтобы школьникам это, как бы, каждую неделю методично самому для себя структурировать в виде некого, ну, образовательного такого контента. И вот, получается, три года примерно где-то уже есть опыт, когда ребята постигают азы микроконтроллеров на Абероне, и есть позитивный опыт, когда в целом за год ребята, которые вот там 8, 9, 10 класс туда ходят, на эту инженерную школу, и они в целом за год постигают и основы программирования на Абероне, и основы, как работает микроконтроллер, управление через регистры, какой-то функциональностью микроконтроллера, так, чтобы сделать уже свое устройство. То есть, вот, успешные проекты, ребята реализовали, по сути, свой джойстик для игры, которую потом они на питоне написали. Там девочка делала инкубатор для яиц, ну, вот такие, как бы, детские проекты, но они, в целом, как бы, для тестирования того, чего, как бы, можно еще улучшить в Абероне в плане образования. Ну, и в планах у меня сделать для ребят такой более современный вид, как бы, может быть, среды разработки. Блэкбокс все-таки для образования, чтобы не тратить время на то, чтобы ребята привыкали к Блэкбоксу. Вот. А больше он был похож на веб-браузер, то есть, вот те наработки из вкладочек, применить. Ну, и дальше я, как бы, это плавно перетекает в следующий доклад. А что, как я вижу, развитие Блэкбокса и... Ой, так, получается, куда-то не подлежу. Вот, да. То есть, для того, чтобы публиковать вот кроссплатформенную сборку, которую совместными усилиями мы, как бы, сформировали, где-то ее размещать, сделан был под домен, на домене Ивана Кузьмитского, который он предоставил для развития вот такой открытой Википедии, открытой платформы для аккумуляции знаний, да, про Блэкбокс. Это вот проект blackbox.aberton.ru. И там же это демократичный менеджер расширений, да, то есть, что каждый может зарегистрироваться, никого не спрашивать разрешения, не проходить какую-то премодерацию, самостоятельно оценить степень готовности, то есть, можно честно описать, что это грубый прототип, требуется доработка, но я делюсь, то, чтобы это было не на форуме, да, где информация может быть немного неструктурирована, сложно искать, а чтобы каждый мог свое расширение опубликовать. То есть, это вот я вижу перспективы, это надо дальше развивать, чтобы все, как бы, разработчики делились на платформе, сделать там какие-то лайки, донаты, то есть, это вот должно как-то стимулировать. Вот. Второе, это, да, то есть, конечно, развитие самой кроссплатформенной сборки в плане ухода от GTK2, от WinAPI, куда, да, то есть, вот сейчас выглядит вот так, это получается сборка, это на основе GTK2, многооконный интерфейс, что есть отдельное меню, отдельные окошки для работы. Это все неплохо работает, когда мы разрабатываем приложение, которое потом пользователь не видит, вот эти части каркаса. То есть, это 3D-приложение, которое я в прошлом году показывал, там, для визуализации, там, полета беспилотников, например. То есть, мы используем это только как среду разработки. А так-то, в целом, люди, конечно, от такого уже отвыкли, многооконного интерфейса. Для некоторых бизнес-задач это хорошо. Разнес на разные мониторы, здесь у тебя, там, котировки, здесь у тебя, там, значит, какие-то еще другие вещи. Для производства хорошо, да, там, где тоже много мониторов, надо разнести на много окошек, вот. А для простых людей, вот, в плане, там, чтобы даже просто была удобная среда разработки, здесь вот Антон Дмитриев предложил и даже уже сделал прототип в стиле single-document interface со вкладочками, уже реализацию для Linux'а своих, так скажем, наработок. И я вижу это так, что мы должны действительно сделать де-факто свой, как бы, оконный менеджер, который бы с нескольких блокбоксов нам показывал что-то на одном окне. Вот эта идея как раз была сегодня вдохновлена Виром, вот, где, по сути, свой контекст, на котором разные, разные компоненты могут рисовать. То есть, и здесь я бы хотел сказать, что требования к разработке компонентов, чтобы они были, как бы, в блокбоксе, да, то есть, надежность, все дела, но при этом гибкость объединения разных блокбоксов на одном холсте какого-то приложения или на разных холстах. То, что, в общем, поэтому надо сделать, получается, либо на SDL вот эту обертку для блокбоксов, которая бы передавала контекст дочерним, как бы, процессам, которые можно было туда накидать, придумать какое-то тоже такое API, чтобы можно было действительно получить очень дешевую многопроцессорность, да, поддержку, то, что вот это у нас окошко рисуется одним блокбоксом, это другим внутри одного холста. Ну, это вот тоже концепт. Я вам, наверное, практика показала, что, может, лучше прямо на XL. Куда прямо на XL? На XL. А, на XL, да. Ну, то, что вот тоже Борис и Евгений активно начали какие-то проекты проверять на кросс-позорной сборке, выяснилось странное поведение GTK на Cinemon версии 3.8, когда он почему-то начал нам зависать, когда много окошек открыто. Ну, выяснили, что да, надо как можно в стиле Аберона как можно меньше зависимости от хоста, да, то есть, используя только самые примитивные функции платформы, которая является для нас гостевой, вот. И вот в этом плане, когда мы сами рисуем внутри окошки, либо несколько блокбоксов рисуют на этом, да, вот, оконном менеджере. То есть, надо сделать свой Вейланд в стиле Аберона. Ну, вот такая как бы вещь, все. Благодарю за внимание. Если какие-то вопросы, комментарии, вот. Мы слово передадим, Борису, да. Вот звучит круто сначала, но интересно представить пример применения с нескольких сразу глагол. В режиме разработки, например. В режиме разработки влятельно, наверное, нескольких. В эксплуатации, да, несколько. Ну, может быть, в целом, не обязательно, что в режиме разработки это не найдет свое применение. Потому что, на самом деле, бывают случаи, как бы, например, здесь может быть, особенно если говорить про какие-то, ну, вот, развитие компилятора, да, ваш доклад, какие-то макросы постоянные, вот, при процессе, то есть одно какое-то окошко может служить для вывода, например, информации о проекте, да, все время обновлять дерево проекта, да, например, чтобы при обновлении дерево проекта у вас не подтормаживал скроллинг, правильно? Вот. Вы ведете скроллинг, а дерево проекта вдруг запросило себе обновление, да, то есть у вас раз, а так у нас будут разные, для каждого документа, вообще может быть свой запущенный процесс. Почему нет? Это, конечно, немножко искусственно, а вот правильно здесь то, что графический терминал, который специально на машине предназначен, чтобы был этот бокс один или несколько, чтобы обработать. Да, вот типа того. Вот это вот идея, вдохновенная вером, прямо меня сегодня, как бы, я просто, вот мы с Антоном обсуждали его, как бы, да, вот наработки, тоже могу дать ему сейчас слово передать, и вот от совокупного обсуждения родилась концепция. Не обязательно несколько блокбоксов, а несколько объектных этих, на связи с на пространство, загружаются, компоненты в особо, или нет. Модуль сет, который раз, и он живет сам по себе, да, отображает нам, что в основном. Это может быть и один блокбокс отображать. Да, есть модули, которые должны быть загружены в отдельный блокбоксер, в изолированный объект на пространстве, но он попадает в нужную зону. Да, и главное, что даже если завис видеодрагога, драйвер продолжит сервер выполняться, потому что он не зависит, то есть у нас окно рисует один блокбокс, а контент для него генерирует другой. Вот. Это даже вот, это даже на уровне одного процесса. Арктистурная схема, в которой несколько блокбоксов мы аренжируем, оркеструем. Да, аренжируем, оркеструем. Вот, как бы, и тогда мы можем разработать, опять же, либо использовать наработки Вера, придумать свой механизм вот этого общения, вот, и классно сосуществовать они могут на одном или нескольких, потому что окошек может быть несколько для разных мониторов. Вот, поэтому тоже надо иметь в виду, что это, это действительно отдельный оконный менеджер. То есть такой, написанный причем в стиле, чтобы он был кроссплатформенный, то есть, либо на SDL 2 можно такое попробовать написать, либо на X-ах, да, то есть, вот как Борис предложил. Желательно на X-ах, без всяких SDL. Протокол должен быть такой, чтобы еще и за это можно будет включить. Правильно? Ну, может быть, да, можно вообще транслировать эту картинку куда-нибудь теоретически, вот. Ну, это, как бы, дальше уже можно обсуждать. Вот, все. Это было бы очень интересно обсуждать. Антон, вам слово, просто вот как автору... Я думаю, вообще в принципе для меня было бы интересно узнать, то есть, мы все говорим о том, как мы используем Blackbox, для чего, а с самой средой, что нужно бы сделать. Вот вы сейчас активно так комментируете, то, что Иван Андреевич предложил. Мне стало интересно, а на каких вот приложениях и задачах было бы нужно это вам? То, что вы решаете, почему вам нужно отображать было бы в одно полотно и с акробой буксов? Ну, тебе даже как бы вы сказали, Скорбусские применения вполне можно себе представить. Да? Я скажу. А так просто образование, на самом деле, если мы хотим все-таки образование, идти разные, эти учебные среды, полигоны делать, то здесь не... Что-то надо делать для бокса для этого. Это понятно. Сейчас это устарело. На войне нельзя вечно сидеть. ГТК, Ш-2 реализация, то же она старая, это все не только.